Сегодня давайте уделим некоторое время изучению Слова Божьего на тему «Держитесь за венец жизни» и узнаем, какие усилия мы должны прилагать как святые, чтобы получить венец жизни. Посмотрим 11 стих 3 главы книги Откровения. «Имя Мое новое». Написано, что мы должны держаться за венец жизни, чтобы никто не отнял его у нас. Когда мы внимательно исследуем написанные здесь слова, мы можем понять, что Бог учит нас тому, за что мы должны держаться. Люди в этом мире пытаются удержать свою честь или положение в своей компании. Они также стремятся сохранить свою репутацию среди соседей или свое богатство. Есть так много вещей, за которые люди пытаются удержаться. Однако в одно мгновение эти вещи развеются, как плевелы по ветру. Они бессмысленны и напрасны. Они обратятся в прах в конце. Конечно, пока мы живем в этом мире, нам нужны такие вещи. Однако Библия учит нас, что мы должны держаться за свою жизнь, а не за мерзкие вещи. Согласно книге Откровения, что мы должны защищать и за что держаться. Написано, «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Упомянутый здесь венец означает венец жизни. Мы должны защитить его, чтобы он никогда не был отнят у нас. Кто-то пытается защитить свои деньги, кто-то пытается защитить свое имущество, кто-то пытается защитить свою репутацию, а кто-то пытается защитить свою честь. Однако те, кто верит в Бога, должны быть другими. Те, кто ищет Бога, истину и надежду на Царство Небесное, должны держаться за венец жизни до конца, чтобы никто не смог отнять его у них. Когда дьявол пытается отнять у нас самое важное, он дает нам внешнюю оболочку и забирает сердцевину. Мы должны знать об этом. Например, во времена ранней церкви римский император Константин сказал, «Я даю христианам свободу вероисповедания. Я больше не буду преследовать вас. Я построю вам здание церкви на народные средства. Я освобожу вас от налогов. Я освобожу вас от военной службы». Это было исключительно хорошее предложение для христиан, которые подвергались гонениям, насмешкам и угнетению. Проще говоря, что произошло после того, как была дана внешняя оболочка. Он изменил субботний день на воскресное богослужение. Другими словами, он дал внешнюю оболочку и забрал жизнь. Мы должны защищать не внешнюю оболочку, а внутреннее ядро. Мы должны защитить ядро. Мы не должны потерять вечную жизнь или Царство Небесное, пытаясь защитить плотские вещи. Большое спасибо.